Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Всех вас приветствуем. Экспресс-легбезы от команды Национальной инвестиционной платформы у нас продолжаются. Сегодня мы решили поговорить вообще об инвестиционных платформах, как о таком новом достаточном инструменте финансирования проектов МСП. Вообще, что греха таить, тема финансирования проектов МСП и поддержки малого и среднего бизнеса сейчас обрела особое заключение по понятным причинам в связи с пандемией, сопутствующими кризисами. Поэтому новые инструменты, новые возможности – это то, что действительно нужно искать. И если вдруг, например, где-то еще этой информации нет, мы сейчас с удовольствием ее предоставим из самых что ни на есть, а первых уст. Сегодня у нас в гостях председатель Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовой промышленно-инвестиционной политике, а также председатель Экспертного совета Национальной инвестиционной платформы Владимир Гамзар. Владимир Андреевич, добрый день. Добрый день, Мария. Очень рада встрече. Взаимно рада. Ну, сейчас будем вас пытать в хорошем смысле этого слова, потому что действительно информация нужна очень экспертная. Я предположу, что вот к новому, вообще в принципе к новому мы всегда относимся с некоторым недоверием, с настороженностью, вот новый инструмент. Достаточно новый действительно финансовый инструмент, еще не банковское финансирование, к которому, возможно, не все привыкли, да, инвестиционные платформы. Я вас попрошу рассказать, ну, достаточно кратко, вот о каких возможностях в целом, да, инвестплатформ, бизнесу совершенно неплохо знать, да, что им может быть полезно, да, для того, чтобы они могли эту информацию иметь и принимать какие-то решения, видеть какую-то альтернативу вот банковскому финансированию, к которому, наверное, худо-бедно уже все-таки привыкли за много лет. Ну, вообще, я думаю, что надо начать с того, чтобы понять, насколько серьезный ресурс у нас есть на финансовом рынке для того, чтобы эффективно финансировать наш бизнес. Так вот, я хочу отметить, что у нас такая страна сегодня, страна Кубышка, у нас огромные сбережения встали, у нас огромный, на самом деле, с точки зрения сбережения, финансовый рынок. Он сейчас более 120 триллионов рублей, причем он разделен примерно на равные доли 40 триллионов государства, 40 триллионов бизнеса и 40 триллионов населения. Но, к сожалению, есть одна серьезная проблема использования этих сбережений для финансирования бизнеса. Она заключается в том, что наш финансовый рынок в нулевые, ну, даже в 90-е годы и в нулевые годы формировался в основном за счет развития банковской сферы. У нас в 90-е годы, в начале 90-х годов, в 92-м, так, в 93-м году ежедневно регистрировалось по пять кредитных организаций. Их нарегистрировали там почти 4 тысячи. И мы привыкли, что у нас финансовый рынок ассоциируется именно с банковской системой. Но, к сожалению, банковская система на сегодняшний день в общем объеме инвестиций в основной капитал, капиталовложения, занимает всего 10%. Банки, занимая более 80% всего финансового рынка, в инвестициях сегодня занимают менее доли инвестиций, менее 10%. Почему? Потому что им и так хорошо. Они кредитуют, участвуют в различных сделках на финансовом рынке. Будучи монополистами, они обеспечивают себе необходимую деятельность. Мы за 30 лет строительства рыночной экономики, к сожалению, не построили специальных кредитных организаций, инвестиционных банков. И вот, наконец, я в данном случае, снимая просто шляпу перед Центральным банком, Минфином, правительством и Государственной Думой, мы, наконец-то, создали мини-инвестиционные банки в виде инвестиционных платформ. Потому что инвестиционная платформа фактически функционирует как инвестиционные банки. Она обеспечивает взаимодействие, прямое взаимодействие инвестора и заемщика или фаундера, как называют инвестициями. Инвестиционная платформа не вмешивается в отношения между заемщиком и инвестором. Она лишь обеспечивает коммуникацию, эффективную коммуникацию в цифровом варианте и тем самым снижает те огромные накладные расходы, которые несут заемщики и инвесторы, когда они работают через кредитные организации. Поэтому сегодня инвестиционные платформы – один из лучших способов инвестирования. Учитывая, что там есть ограничения по суммам инвестиций, это лучший способ инвестирования для малого и среднего бизнеса. К сожалению, конечно, в связи с тем, что мы за 30 лет привыкли работать только с банками, у нас есть недоверие ко всем новым инструментам и понятно, что в том числе и к инвестиционным платформам. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Есть два момента, которые должны все услышать. Первое. Инвестиционные, даже три момента. Инвестиционные платформы обеспечат прямое взаимодействие заемщика и инвестора. Они практически напрямую договариваются об условиях сделки и в саму сделку инвестиционная платформа не вмешивается, а лишь обеспечивает цифровое взаимодействие и легкость заключения. Второе. Накладные расходы минимальные. Они заключаются лишь в плате определенного комиссионного вознаграждения инвестиционной платформы за сопровождение сделки. И в-третьих, есть очень важный аспект с точки зрения рисков. Инвестиционная платформа позволяет снизить, очень сильно снизить риски путем дробления сумм, которые могут внести инвесторы-заемщик. То есть, если там условно заемщик хочет получить 200 тысяч рублей, то на платформе, национальной инвестиционной платформе, есть ограничение минимальной суммы 5000 рублей, то вы можете просто посчитать, что 40 заемщиков могут обеспечить финансирование от одной сделки на 200 тысяч. И совершенно понятно, что риск 5000 рублей – очень малый риск. А когда вы приходите в банк и кладете в банк все свои сбережения на один счет, на один вклад, то вы несете там больший риск. Вот эти аспекты я хотел бы отметить, потому что, конечно, совершенно понятно, что есть и у населения, и у бизнеса настороженность к любым новым формам, которые совсем недавно выведены на рынок благодаря, прежде всего, Центральному банку. Но хочу еще сказать о Центральном банке. Он сейчас проводит достаточно серьезную кампанию по информированию бизнеса и населения о тех новых формах финансовой деятельности, которые в последнее время появились. И на сайте Центрального банка сейчас открыт специальный раздел, где размещаются подробные информационные материалы об этих новых инструментах. Я всем рекомендую посмотреть. Там очень качественно, грамотно, детально все рассказано об этих инструментах. Как вы, Владимир Андреевич, сами оцениваете перспективы роста доверия к этим инструментам? Потому что, как вы сказали, действительно идет такая хорошая просветительская деятельность, в том числе мы с вами сейчас этим тоже занимаемся. И вот основная причина недоверия, которую вы обозначили, все-таки это такая некая консервативность мышления. Ну и такая природа человеческая, то, что мы настороженно относимся к тому, с чем мы не сталкиваемся. При этом, когда мы на ресурсах национальной инвестиционной платформы несколько раз проводили, например, опросы, действительно существует достаточно большое количество мифов. А краудфинансирование как таково, да, потому что и вообще об инвестициях, да, потому что вот сколько раз уже общалась с разными экспертами на тему инвестиций, действительно многие подтверждают, что большинство людей, если это неквалифицированные инвесторы, пребывают в таком благостном заблуждении, что инвестировать это только для обеспеченных людей и вообще, что это дорого. Вот эти мифы, они действительно, наверное, способствуют формированию какого-то не совсем такого верного имиджа. И вот даже само слово «инвестиционная платформа» кому-то теоретически может отпугнуть, что вот там какая-то особая прослойка, это вообще не про нас. Уж тем более не про малый бизнес. Что есть нам на это ответить? Ну, на самом деле, я думаю, что вот это не совсем удачное было название, которое применил законодатель. «Инвестиционная платформа». Он как бы сразу сказал, что это инвестиции, а там, где инвестиции, там риски и так далее. На самом деле, везде в мире это называется краудфинансирование. А уже само краудфинансирование, оно включает три составляющих. Это краудфандинг – это в основном такое благотворительное финансирование. Это краудлендинг – это заемное финансирование. И краудинвестинг – это уже финансирование инвестиционных проектов. Вот мне кажется, было бы все-таки правильным изначально называть эти платформы краудфинансовые платформы. Мы почему-то в мире называются краудфинансированные, а мы называем это как-то по-другому. Мы любим все время изобретать свой какой-то велосипед с вертикальным взлетом. Но на самом деле я это хочу объяснить четко. Инвестиционные платформы – это краудфинансирование, где основная, учитывая, что у нас через инвестиционные платформы не финансируются физические лица, то есть граждане, поэтому инвестиционные платформы для благотворительности, для граждан они не используются. То есть у нас фактически краудфандинга нет. У нас есть две составляющие, которые работают на инвестиционных платформах. Это краудлендинг, это заемное финансирование, это, можно сказать, кредит и краудинвестирование. Совершенно понятно, что большая часть сделок, которые осуществляются на инвестиционных платформах, это краудлендинг, это заемное финансирование. Для краудинвестирования, конечно, люди должны созреть и должны попробовать, должны постепенно привыкнуть к этому, должны набраться опыта и так далее. Хотя и здесь у меня есть надежда, что это тоже произойдет, потому что я вижу, какими темпами растет количество наших граждан, которые используют сейчас на фондовом рынке брокерские счета и индивидуальные инвестиционные счета. Уже более 10 миллионов человек у нас имеют брокерские счета и инвестиционные счета. Поэтому совершенно очевидно, что и не успеем оглянуться, как у нас достаточно большое количество граждан будут использовать и бизнеса, будут использовать и инвестиционные платформы для инвестиционных. Но на сегодняшний день совершенно очевидно, что прежде всего на базе инвестиционных платформ осуществляется заемное финансирование или кредитовое, можно сказать. Поэтому вот так. Как у нас обстоят дела, если говорить о регионах и столицах? Ну, наверное, это будет справедливо сказать, что все-таки степень финансовой грамотности, финансовой подкованности в крупных городах, она все-таки выше. Поскольку в том числе и уровень доходов у людей выше исторически. В регионах часто вообще считают, что все, что касается денег, это вообще не про нас. Мы много раз об этом говорили, когда рассуждали на тему действительно повышения финансовой грамотности, все-таки есть и федеральные программы по этой части. Вот, кстати говоря, вот эта деятельность, она же в том числе, насколько я понимаю, что один из приоритетов проекта, давайте уже перейдем к проекту, Совета, Торгово-промышленная палата, Национальной инвестиционной платформы, это еще повышение финансовой грамотности, финансовой культуры. Да, вот, соответственно, вы, когда взаимодействуете с регионами, да, когда вы ездите на рабочие встречи, общаетесь, встречаетесь, вот что вы видите, чувствуете, растет он этот уровень или пока еще, ну, хотелось бы лучше? Ну, когда два года назад мы только начинали вести речь о том, что в ближайшее время появятся инвестиционные платформы, то, бывая в регионах, а я в регионах бываю очень много на самом деле, на вопрос, скажите, пожалуйста, кто слышал о инвестиционных платформах, очень редко, когда в зале поднимались руки. Год назад таких людей стало сильно больше. Сегодня практически все понимают, все знают о существовании этого инструмента, инвестиционные платформы, финансирование, но пока еще недостаточно число ими пользуется. Здесь, я думаю, что есть определенная ошибка и недоработка объединений предпринимателей в регионах. Они, мне кажется, несколько отстают. В этой связи мы в прошлом году провели огромное количество, я вот прямо говорю, это не для того, чтобы похвастаться, потому что это действительно было огромное количество различных вебинаров, семинаров, круглых столов, именно по темам небанковских инструментов финансирования и, прежде всего, по поводу краудфинансирования. И в связи с этим уже в конце прошлого года, в начале этого года появился очень серьезный интерес уже у регионов. У нас, вот у национальной инвестиционной платформы сегодня подписаны соглашения уже с целым рядом наших региональных палат, мы с ними уже начали вовсю работать. Сейчас идет подготовка, подписание соглашения с федеральной палатой. И некоторые наши даже региональные палаты уже хотели бы развивать вариант, связанный с таким филиальным развитием деятельности и инвестиционной платформой у них в регионе и так далее. То есть вот на сегодняшний день появилась та активность, которая необходима. То есть буквально там два дня назад наши кузбасские коллеги прилетали в Москву, мы здесь детально обсуждали вопросы взаимодействия по краудфинансированию и так далее. И сейчас любой форум, любая поездка, любые мероприятия, они не обходятся без обсуждения возможности использования краудфинансирования самой нашей национальной инвестиционной платформы для финансирования наших членских организаций. А сами инвесторы, как относятся к этому, в общем-то, тоже новому, новая плацдарм, не будем повторять слово, платформа, насколько им проще с этим доверием проникнуться, нежели тем, кто пытается привлечься. Все так меняется. У меня все это на глазах. Мы два года занимаемся этим проектом, и у меня прям все это меняется на глазах. Если два года назад мы бегали и искали инвесторов с кем хотя бы поговорить, как они будут к этому относиться, то в этом году мы уже провели мощный, я считаю, мощный форум двухдневный, даже, можно сказать, трехдневный, еще это нулевой был день, для именно инвесторов, где говорили в том числе об инвестиционных платформах. И национальная инвестиционная платформа тоже участвовала активно в этом форуме. И сегодня уже постоянно приходят именно от инвесторов различные предложения, вопросы, желание взаимодействовать и даже более того, желание работать в партнерстве. Поэтому вот тот рубеж, может быть, я бы его назвал, осторожного отношения инвесторов к инвестиционным платформам пройдет. Сегодня инвесторы свободно обсуждают этот инструмент, возможность его использования, потому что на самом деле инвестиционная платформа дает широкие возможности для инвестирования. Это не только краудлендинг, но и краудинвестинг, и не только инвестиции непосредственно в инвестиционные проекты, но и инвестиции на фондовом рынке. Через инвестиционные платформы можно работать и с ценными бумагами, и можно использовать различные варианты инвестирования через утилитарные цифровые права. В общем, достаточно хорошие возможности. Более того, сегодня инвестиционные платформы имеют возможность выполнять функции инфраструктуры фондового рынка. Через инвестиционные платформы могут осуществляться, может осуществляться эмиссия коммерческих облигаций по закрытой подписке. То есть появились достаточно широкие возможности использования инвестиционных платформ там, где невысокие риски. На ваш взгляд, банки как вообще на это должны реагировать, и могут ли они это воспринимать как свою роду такую конкуренцию? Потому что, честно говоря, такие прецеденты, коммуникация тоже были, когда общаешься с представителем банковской сферы. И в чем тут мы? Ну вот когда предлагаешь порассуждать на эту тему, как вообще вы относитесь к краудфинансированию, мы тут как бы вроде бы ни при чем. Вот ваше видение, какие действительно могут ли быть какие-то коллаборации в связи с этим, да, и дальнейшее развитие уже какой-то сцепки, возможно. Ну, как человек, который почти 20 лет проработал в банковской сфере, я очень хорошо понимаю, что инвестиционные платформы являются не конкурентами банков, а могут быть эффективными партнерами. У каждого банка есть определенное количество клиентов, которые не могут быть профинансированы банками только в силу очень, не потому что это плохие заемщики, а только в силу очень жестких формальных требований центрального банка к таким заемщикам. И у банков совершенно точно есть большое количество клиентов, которые не могут отдать для финансирования инвестиционным платформам, и может быть именно для того, чтобы не потерять этих клиентов, чтобы у них было финансирование, и вырастить их на базе инвестиционных платформ, и довести их до того уровня, когда уже сам банк смог бы их финансировать, соблюдая требования центрального банка. Поэтому мы сейчас работаем с кредитными организациями, с некоторыми мы уже нашли общий язык, начинаем сотрудничать, между прочим, даже с крупными банками, и мы видим, что банки поняли наконец-то, что мы не конкуренты, а мы партнеры, мы не хорябщики, мы партнеры. Мы на самом деле, действительно, мы не конкуренты. Мы тот инструмент, который помогает вырастить клиентов до уровня возможности банковского финансирования. Если перед бизнесом стоит сейчас дилемма, все-таки воспользоваться привычными банковскими инструментами или не банковскими, несколькими привычными экзотическими возможностями, как разобраться, если несколько простых шагов, как включить критическое мышление и принять то правильное решение? Можно ли сказать, что кому-то действительно подходит все-таки привычно консервативный инструмент, кому-то уже прям доктор прописал совершенно точно отправиться на инвестиционную платформу? Ну, если у вас есть давние отношения с кредитной организацией, и у вас есть большая кредитная линия, которая обеспечивает вам решение всех вопросов, ну, наверное, и нет у вас проблем с финансированием. Но если все-таки у вас есть вопрос, всегда возникает вопрос дополнительного привлечения денежных средств вне лимита, который вам установил банк, то совершенно точно надо обратить внимание на широкий спектр небанковских инструментов, которые сегодня есть на рынке. И понятно, что прежде всего на краудфинансирование, потому что это позволяет собрать достаточно быстро и вполне достаточные денежные средства. До миллиарда рублей можно получать финансирование на инвестиционных платформах. Это очень серьезные деньги. И третий аспект. Очень часто вопрос для малого, и прежде всего для малого бизнеса. Это не столько процентная ставка, а скорость получения денег. И понятно, что, да, во многих случаях в кредитных организациях ставка может быть меньше, но скорость получения денежных средств на краудфинансовых платформах, конечно, ну просто несопоставима с банками. Это можно делать очень быстро. И если у вас как раз стоит вопрос скорости, и если скорость заключения сделки позволяет вам получить высокий доход, и для вас, неважно, там 10 или 15 процентов в данном случае будут стоить деньги, то совершенно точно вам надо использовать, конечно, скорость и краудфандинговый платформа. Спасибо большое вам, Владимир Андреевич, за такой подробный и очень четкий, ясный ликбез, потому что действительно, ну вот вы тоже вскрыли эти проблемы, в очередной раз их обозначили, что иногда просто неверная возможная формулировка, когда слово имеет огромное значение, она просто, ну, она просто способна отпугнуть. Поэтому важно доносить узкопрофильную информацию абсолютно человеческим языком, что могут делать только профессионалы, в чем уже неоднократно мы убеждались. Спасибо, друзья, вам за внимание. До встречи в наших экирах. Владимир Андреевич. Спасибо вам. Всего самого доброго всем. Да, до новых встреч. Всего доброго. До свидания.